Одни ли мы во Вселенной? Наука утверждает, что вряд ли. Если чужеродная жизнь существует вне нашей планеты, то и на Земле со временем должны найтись этому доказательства. Мексика. Уже более пяти лет ученые не могут выяснить, откуда взялось это существо, хранящее темную тайну. Пришелец соединил в себе человеческие гены и еще какие-то неизвестные нам. Горы Анды в Перу. Здесь был найден скелет существа, которому приписывают внеземное происхождение. Возможно, мы столкнулись с гостем из космоса. На Лонг-Айленде обнаружены жуткие останки чудовища, похожего на пришельца. Пальцы похожи на спички. Местные жители считают, что это заговор властей. Это же настоящий остров доктора Моро. Загадка мумий этих пришельцев будет, наконец-то, раскрыта. Мумии пришельцев. Вселенная, которую мы можем наблюдать на расстоянии 14 миллиардов световых лет, содержит 30 миллиардов триллионов звезд. Такая огромная цифра наводит на мысль, что где-то вне нашей Солнечной системы тоже должна существовать жизнь. Сегодня люди посылают сигналы в космос в надежде получить ответ от обитателей далеких миров. Безусловно, мы не одиноки во Вселенной. На Земле были пришельцы, и мы должны продолжать искать доказательства во имя человечества. Метебек – небольшой городок в Центральной Мексике. Это ранче пришло в запустение. Во всех комнатах царит тишина и пустота. Однако темной майской ночью 2007 года это место посетило существо порождения кошмара. Молодой наемный рабочий Анхель Паласиос Нунес был смертельно напуган. Он расставлял мышеловки, чтобы кормить птиц и змей владельца ранчо. То, что он обнаружил в одном из капканов, привело в ужас всех. Фотография 2007 года. По словам очевидцев, существо было около 15 сантиметров розового цвета, почти без волос и с большими светящимися глазами. Оно издавало звуки, которых никто раньше не слышал. После случая 2007 года в Метебек пришелец стал предметом всемирного внимания. Этот биологический вид – сплошная загадка. Никто не располагает информации ни о его происхождении, ни о ДНК. Много лет на сайтах о паранормальных явлениях только о нем и говорилось. Одни считают, что это искусная подделка, другие убеждены, что это создание подтверждает существование внеземной жизни. Держа это существо в руках, понимаешь, с какой тайной имеешь дело. Теперь, когда получен доступ к пришельцу, планируют применить новейшие технологии, включая устройства трехмерного моделирования, тесты ДНК, а также провести медицинские и научные исследования, чтобы досконально изучить существо и найти ключ к разгадке его тайны. На первом этапе задействуют технологии трехмерного сканирования, чтобы получить высокоточное изображение пришельца, которое затем разошлют специалистам по всему миру. Мы используем трехмерный сканер, работающий по принципу ультрафиолетового излучения. Он состоит из двух камер и проектора, который проецирует на объект серию полос. Разрешение каждого снимка – 8 миллионов точек. Мы сканируем объект под разными углами, а затем компонуем снимки на компьютере. Размер каждой точки не превышает 0,03 миллиметра, что позволяет создавать реалистичные трехмерные модели. Архивы исследований 2007 года. Когда пришелец был только найден, жизнь на ранче в Метапек шла полным ходом. Как минимум пять человек утверждает, что видели живого пришельца. Это владелец ранчо, Марио Морено Лотос, чиновник, которому Марио показал существо и трое рабочих. Анхель Паласиос Нуньес утверждает, что обнаружил пришельца первым. Оно было розового цвета. Я испугался и убежал, так как не знал, что это. Анхель Нуньес. Сначала я подумал, что это крыса-мутант. Оно было похоже на крысу. Анхель показал существо коллегам, в том числе владельцу ранчо Марио Лопесу. Я так испугался, когда понял, что оно живое. Увидел, какое оно жуткое, как оно копошится. Потом один из рабочих принес крысу, которую мы вырастили сами. И мы увидели, что она была совсем не похожа на пришельца. Стало очевидно, что мы столкнулись с каким-то неизвестным существом. Юрист Родольф Лопес один из немногих, кому Марио показал существо, хотя тот и не был его сотрудником. В то время он работал в государственных структурах. Родольф как раз заключал сделку с мистером Лопесом, и тот решил показать ему свою добычу. Существо было живым. Оно шевелилось, и в тишине были слышны звуки, которые оно издавало. Никогда в жизни я не слышал ничего подобного. Одна из его конечностей попала в капкан. Глаза существа были черными, как смола. Я не мог разобрать, смотрит он на меня или нет. Единственное, что я тогда ощущал, это страх. Пришелец был живым. Пытался отгрызть себе руку, чтобы спастись. Следующей ночью жители ранче утопили его в кислоте, так как очень боялись, что он сможет освободиться. Гибель существа позволила исследовать его тело без опасений. Как оказалось, оно было совсем не похоже ни на одно известное животное. Существо напоминало гуманоида и почти не имело волосяного покрова. По словам очевидцев, оно ходило на двух ногах, а его конечности напоминали человеческие. После того, как пришельца убили, от рабочих ранчо стали регулярно поступать сведения, что подобных существ видели снова. Работник ранчо, таксидермист Марио Салазар, уверен, что пришельцы напали на его орла. Я уверен, моего орла убили, чтобы отомстить за смерть пришельца. Другой очевидец утверждает, что видел существо спустя неделю после гибели пришельца. Я видел, как существо пыталось пролезть в щель под дверью. Ничего не вышло. И тогда оно попыталось выпрямить руки, что тоже не удалось. Если же не поддаваться панике и не блуждать в догадках, можно заметить, что это гуманоид маленьких размеров. Мы работаем здесь уже 40 лет и ни разу не видели ничего подобного. Не прошло и двух месяцев после этого случая, как Марио Лопес был убит, а его машину зажгла дотла шаровая молния. Некоторые конспирологи уверены, что это была месть инопланетян. Но согласно официальной версии правительства, его убили из-за больших долгов. Мумии пришельцев Мумии пришельцев К югу от Мексики, в городе Куско, что в Перу, был найден другой пришелец. Здесь неоднократно наблюдали НЛО и разные необъяснимые явления. Уже долгое время считают, что загадочные геоглифы Наски на юге Перу связаны с торжением пришельцев на Землю. Неопознанные космические объекты уже не редкость для местных жителей. А вера в существование инопланетян неотъемлемая часть культуры этих мест с долгим и таинственным прошлым. Следуя традициям инков, мы до сих пор верим, что мы дети далеких звезд. А творец всего – это загадочное существо из космоса. Мачу-Пикчу, древний город инков, известен также неоднократными наблюдениями инопланетных объектов. В ста километрах от священной горы было совершено необычное открытие. Гора Веракоча – святыня инков, которую назвали в честь бога Веракоча, творца звезд и вселенной. Здесь, среди груды метеоритных осколков, была найдена мумия пришельца. В ноябре 2011 года антрополог Ринато Рикельма исследовал эту гору. То, что он обнаружил, не поддается ни научным, ни антропологическим объяснениям. Рикельма считает, что этот череп и хрупкий скелет принадлежат неземному существу. Мы уверены, что это пришелец из космоса. Ведь он был найден здесь. А местные фермеры говорят, что не раз видели в этих местах НЛО. Обнаружение мумии в Куско сразу привлекло внимание прессы и медиков по всему миру. Но детальное исследование тела до сих пор так и не проводилось. Скелет сразу же доставили в музей Ритас-Андинос города Анда-Гуайлилес, ближайшего в окрестностях горы. Это Вайки. Вероятно, это инопланетянин. На языке Кечуа слово Вайки означает «брат». Его назвали так, потому что мы считаем инопланетян своими братьями. Эта гора особо загадочна. Помимо того, что здесь обнаружили Вайки, в этом месте неоднократно падали метеориты. Некоторые считают, что Вайки попал на Землю вместе с метеоритом. А Ринат утверждает, что его скелет подтверждает, что это пришелец. Сюда приезжало много разных людей, и все подтверждали, что это инопланетянин. В том числе один русский и два испанских врача были первыми, кто дал нам повод рассказать всему миру о внеземной природе этого существа. Череп пришельца вытянут, имеет конусообразную форму и по размерам гораздо больше, чем у взрослого человека. А родничок, отверстие в верхней части черепа, которое зарастает в раннем возрасте, так и не закрылся. Если это ребенок, то и зубы должны быть соответствующих размеров. Но это явно зубы взрослой особи. Вот так мог выглядеть череп Вайки, если бы он имел кожный покров. Типичное представление о внешнем виде пришельца. Находка мумии в Куско также привлекла внимание уфолога и писателя Данте Риоса. Он наблюдал за внеземными объектами в Перу и уверен, что пришельцев можно обнаружить на священных изваяниях до Колумбовой эпохи, включая образ бога Веракоча, творца Вселенной. В самом центре Куско расположена скульптура божества. Это символ города. Данте считает, что в священных образах скрыт ключ к разгадке тайны инопланетян в этих краях. Это солнечный диск Эчинеки. На языке Кечуа он называется Инти-Инти. Одни говорят, что это календарь инков, другие, что это лик бога Веракоча, но я не согласен ни с кем из них. На диске отчетливо видно два одинаковых лица, а между ними еще одно лицо, покрытое чем-то сверху. Данте убежден, что на диске изображен пришелец на летающей тарелке. На его голове некое подобие шлема, соединенного с двумя источниками энергии. А эти батареи снабжают пилота телепатической силой. Эти устройства позволяют управлять летающим судном. У меня нет сомнений в том, что это НЛО большого размера. По словам Данте, у него есть фотографии и видеозаписи не только летательного аппарата, но и самого пришельца. Этот снимок был сделан во время перелета из Пуэрто-Мальдонадо в Куско. Тогда к самолету приблизился какой-то объект, и один из пассажиров сделал несколько снимков. На одном из них четко видно расположение НЛО. Это видео сняли в Каяле, неподалеку от аэропорта. Пассажиры заметили в небе точку, которая начала передвигаться вот так. И они сняли ее на камеру. Данте уверен, что на этом последнем снимке запечатлен пришелец. На этой фотографии видно красное существо. Оно очень высокого роста, с руками, ногами и головой. Голова, скорее всего, зеленого цвета. Проверить подлинность этих снимков невозможно. Но Данте надеется, что дальнейшее исследование мумии из Куско поможет подтвердить его гипотезу насчет деятельности пришельцев на Земле. Доктор Пол Майо из центральной больницы Куско приехал, чтобы рассмотреть заявления, сделанные Рената. Строение черепа, лица и зубов соответствует зрелому возрасту. Но родничок детский. Возможно, перед нами ребенок с деформациями, о котором хорошо заботились до определенного возраста. Может быть, не до зрелости, но до поздней юности точно. Но такие деформации не всегда были естественными. Причина такой странной формы черепа мумии может быть в другом. Считается, что в древности у благородных инков было принято искусственно изменять форму голов своих детей. Ритуал заключался в удлинении и деформации головы ребенка с помощью кусков ткани дерева. Удлинение черепа обозначало принадлежность к определенному слою общества и практиковалось 9000 лет назад. Примечательно, что в разных культурах египетской, африканской, культуре инков встречаются эти удлиненные формы черепов. Некоторые считают, что это была деформация по природным причинам. Другие верят, что на Земле появлялись люди из других миров, и земляне пытались имитировать их форму черепа. Даже если мумия с куска свидетельства этих племенных обычаев, это не объясняет, почему у нее зубы взрослого человека, хотя тело детское. Это человек, умерший от искусственной деформации черепа? Или есть вероятность, что это пришелец из-за пределов Солнечной системы? Институт криминалистики Кренфилда. Доктор Анна Уильямс, судебный антрополог Института криминалистики в Кренфилде, заинтересовалась мумией и изучила снимки черепа. Такая удлиненная форма черепа может свидетельствовать о заболевании, таком как, например, гидроцефалия. Это накопление спинномозговой жидкости в желудочках мозга, вызывающая опухоль мозга. Правда, при гидроцефалии череп становится округлым и бугристым, а этот вытянутый и гладкий. значит, вытянутая форма скорее следствие обычаев, а не болезней. Но открытый родничок это редкость. Странно, что родничок настолько открыт. Я никогда не видела такого в других случаях искусственной деформации. Но вполне вероятно, что не все швы срослись правильно в процессе взросления. Но у Рената есть своя необычная версия того, почему родничок открыт. Уфологи сказали, что родничок открыт в форме звезды, и что таким образом пришелец мог телепатически общаться со своей планетой. Исследование зубов наконец позволило доктору Уильямс приблизительно определить его возраст. Уже сформировались коренные зубы, той или иной степенью вероятности можно сказать, что этому ребенку около шести лет. Доктор Уильямс полагает, что это мумия ребенка, прошедшего обряд искусственной деформации черепа. Но сторонники веры в пришельцев ее теорию не поддерживают. С нашей стороны очень самонадеянно считать, что наш мир единственный, где есть жизнь. Поэтому весьма вероятно, что перед нами инопланетянин. Пока Анна Уильямс и другие эксперты исследуют останки Вайки в лаборатории, происхождение скелета остается загадкой. И Рената будет продолжать верить в то, что Вайки инопланетянин. Мумии пришельцев. Трудно определить, кому принадлежал скелет, если на нем нет плоти. Но существо, обнаруженное у южного берега Лонг-Айленда в Нью-Йорке, поставило очевидцев в тупик. Боже, какая жуть! Выброшенный на берег зверь приковал к себе внимание всего мира. Пальцы, как спички, они просто болтаются. Фотографии в сети увидели миллионы людей, и ажиотаж вокруг этого существа возрос. О, Господи! Что же это за таинственное животное? Может, инопланетянин? Существует ли научное объяснение этому странному открытию, или все-таки власти что-то скрывают от нас? В июле 2008 года популярный курортный город Монтак внезапно стал центром невероятных событий. Я была на пляже с семьей и друзьями, когда мое внимание привлекло это необычное существо. Никто такого раньше не видел. Люди говорили, что оно похоже на пришельца. Я сама в этом убедилась, когда приблизилась к нему. Я вернулась за камерой, потом мы вернулись к зверю, и я стала его фотографировать. Кортни Фруин заявляет, что именно она первой сфотографировала монтакского монстра. Когда мы нашли его, было так же солнечно, как и сегодня. Когда мы подошли поближе, то увидели, что у него был клюв. Вокруг лапы была намотана кожаная веревка. У него не было шерсти, и он был весь распухший. У нас был с собой фотоаппарат. Мы сняли пару кадров и ушли. Он правда был похож на пришельца. Я ничего подобного не видела. Как только эти снимки увидели свет, они взорвали интернет. пришельцах, так и скептики. После того, как мы опубликовали снимки, была обнародована еще одна фотография, но то, что было на ней, не имело ничего общего с нашей находкой. Похоже на фотошоп. Вряд ли это существо обнаружили на том же пляже, где мы нашли монстра. Я не подделывала фотографии. Вы можете убедиться, что эти фото были сделаны в хронологическом порядке. На каждом стоит дата и время съемки. Три из них эксклюзивные. Я не публиковала их до этого момента. Я разместила в сети только одну фотографию, так что это что-то вроде предварительного просмотра остальных трех. Хотя снимки Кристины кажутся подлинными, мистификации, касающиеся инопланетян, далеко не редкость. Двое уроженцев Ледяной Сибири с помощью интернета умудрились убедить весь мир в том, что нашли пришельца. Но поверили не все, и когда полицейские взялись за расследование, ожидая увидеть изувеченное тело, они нашли рисунки и наброски уже известных им пришельцев, а также спрятанного под кроватью инопланетянина, топорно выполненного из куриных потрохов. Как и видео с поддельным русским пришельцем, фото Кристины и Корни были исследованы миллионами Многие убеждены в том, что это зверь не мистификация, в том числе человек, посвятивший последние пять лет поискам ответа на вопрос, что же это за существо? Это одно и то же животное. У них обоих сходные черты и характеристики, различия лишь в фотоаппарате и освещении, но точно определить, что такое этот монтокский монстр очень трудно, учитывая то, что тело выброшенное волнами не похоже ни на один из известных видов. Вскоре после того, как были сняты эти фотографии, тело исчезло с пляжа и все в монтоке вернулось на круги своя. Пока десять месяцев спустя море не вынесло на берег еще одно чудовище. На этот раз Ник сам снял тело на видео. Странно, похоже на человеческие зубы. Да, но задние зубы совсем не похожи. Монстра, выброшенного на берег в мае 2009-го, я видел своими глазами. Ничего подобного я раньше не встречал. Это штука под черепом. Это что, мозг? Похоже, очередной монтовский монстр. Третью пугающую находку уже нельзя было игнорировать. окрепли давние подозрения в адрес острова Плам, лежащего менее чем в 25 километрах от места обнаружения трупов. Карл Гроссман, следственный репортер, более 30 лет пытается разгадать тайны острова. Лаборатория на острове Плам была создана американскими военными с конкретной целью разработать способы отравления домашнего скота в СССР. Там работал бывший нацистский ученый Эрих Трауб. Его привезли в США в рамках операции «Скрепка» после Второй мировой войны. Местные газеты писали, что при участии Трауба там проводятся военные эксперименты. Они прекратились в 1969-м. Теперь там разрабатывают вакцины против ящера у копытных животных. Это же настоящий остров доктора Моро в американском стиле. Что там могло твориться, никому неизвестно. Люди, видевшие монтагского монстра, утверждают, что он выглядит как помесь разных видов животных. У него есть клюв, человеческие кисти рук и хвост. Казалось, что кто-то сложил новое существо из частей разных животных. В Центре изучения болезней животных заявили, что монстр не имеет ничего общего с исследованиями на острове и что они не станут обсуждать существо, которого не видели и о котором ничего не знают. Когда смотришь на эти снимки, думаешь, черт возьми, что же это такое? Вид у него просто жуткий. Фотографии единственное доказательство существования этих монстров. Их исчезновение так же загадочно, как и они сами. Каждый раз, когда появлялся монтокский монстр, его потом не могли отыскать. Он просто исчезал. Что же за странные существа прибивало к берегам Лонг-Айленда? Местные жители думают, что это пришельцы. Но есть ли всему этому научное объяснение? Палеонтолог Даррен Нэш следил за событиями с самого начала и думает, что смог опознать животное. Одна из причин заблуждения насчет монтокского монстра в том, что на фото с видом сбоку кажется, будто у него есть нечто вроде клюва на морде, что и делает его похожим на пришельца. Кроме того, в процессе разложения мягкие ткани, мышцы и кожа на конце морды разрушаются быстрее, чем в других местах, потому что в этой части больше бактерий. Выходит, что спереди видна обнаженная кость, в то время как на остальных частях тела, мягкие ткани еще есть. Мы видим, что у животного длинные тонкие пальцы, подобные человеческим. На них нет межпальцевых перепонок. Также на снимках хорошо видно зубы, которые выдают в нем представителя отряда хищных млекопитающих. Какой же вывод можно сделать из этих снимков? Это не какой-нибудь крупный синий пришелец, а труп вполне земного животного. Обычный мертвый енот. Поставленные рядом монтокский монстр и енот кажутся не слишком похожими. Поэтому многие до сих пор сомневаются. Ветеринар с 20-летним стажем доктор Джонатан Турецкий проверит предположение Даррена о том, что это енот. Я пытаюсь определить, насколько похожи зубы и форма головы у монтокского монстра и енота. Нижняя челюсть, клыки и малые коренные зубы той же формы, размера и расположены так же, как и у енота. Передняя часть черепа на фото выглядит необычно, почти как клюв. Но я думаю, что это связано с тем, что передние резцы могли выпасть. Кроме того, нам очень помогло то, что на спине существа видна муха. Если увеличить картинку и определить размер насекомого, а это, вероятно, комнатная муха или даже более крупная оленья муха, можно будет вычислить размер самого животного. Как ветеринар, я могу сказать, что из тех вариантов, чем это могло бы быть, енот кажется наиболее вероятным. Выходит, что ученые смогли определить монтагского монстра как енота, изучив снимки. Это совсем не похоже на енота. Я знаю, как выглядит енот. Что это, ума не приложу. Никогда не видела здесь енотов, так что я до сих пор не знаю, что это. Учитывая то, что труп не был исследован в лаборатории и никто не может подкрепить свои догадки доказательствами, он вполне мог бы оказаться пришельцем. Даже в разгар ажиотажа вокруг монстра тест ДНК никто не проводил. И теперь уже нельзя с уверенностью сказать, что за существа приносило море на монтагские пляжи. Существо из Метапек, принадлежащее сейчас Хайми Маусону, это загадка, которую и сам он считает пока неразрешенной. Но признает, что увидев это создание впервые, сомневался в его внеземном происхождении. Ко мне пришел Марио Лопес с этим существом. Он был очень взволнован, потому что принял его за инопланетянина. Несмотря на сомнения, Хайми организовал команду для изучения этого случая и занялся этим делом всерьез. С 2007 года над загадкой происхождения этого существа бьются медики и ученые, проводя все новые и новые анализы. Когда мы увидели, что научные тесты дают неожиданный результат, мы все ощутили исследовательский азарт. Сначала Хайми хотел опровергнуть заявление, что это могла быть беличья обезьяна, обезьяна-прыгун или же искусная подделка. Ученые тщательно сравнили череп этого существа и прыгуна и выявили выраженные различия в строении челюсти. Потом Хайми перешел к беличьей обезьяне. Наконец, после нескольких месяцев ожидания, мы заполучили тушку беличьей обезьяны и произвели анализ. Как видите, обнаружены значительные несовпадения. что бы ни говорил Хайми, разница в форме черепа беличьей обезьяны и существа из метапек невелика. А дальнейшее исследование мексиканскими учеными его внутренности показало, что они имеют дело с неизвестным видом и нужно продолжить тесты. Хайми показал мумию существа патологоанатому, чтобы исключить вероятность того, что это дело рук человека. Очень сложно работать с внутренностями в отличие от внешних покровов. Я исследовал ротовую полость, область ануса и кожу. Клетки внутренних и внешних тканей настоящие. Это природное создание, а не подделка. Это совершенно точно. Хайми решил, что единственный способ найти разгадку сделать тест ДНК. Когда было сделано пять тестов в разных уголках мира и мумия вернулась в Мексику, Хайми получил ответ. То, что сообщил ему доктор Рикардо Мартинес, специалист по стволовым клеткам, было самой интригующей частью расследования. последовательность генов очень странная. Когда мы сравнили генетический код этого существа с геномом человека, в них обнаружилось много общего. Это открытие дало основание для новой теории о происхождении существа. Оказалось, что человеческие гены уже находились в предыдущих тестах ДНК. но в отчетах было сказано, что образцы могли содержать примеси. Я думаю, эта ДНК была взята из ткани этого существа. Так что, возможно, оно было получено путем скрещивания. Если результаты тестов верны, возможно, это создание нечто вроде гибрида, носитель генов человека и неизвестного организма. Взгляните на ступни, на кисти рук, на кожу, посмотрите на голову. Так много схожего с человеком. Я знаю, что часть генов этого существа человеческие. Другие же гены неизвестны. Может ли оно быть гибридом? Я не знаю. Если я скажу, что это так, меня, наверное, посчитают просто сумасшедшим? Хайми разрешил взять последний образец ДНК существа, чтобы произвести контрольный анализ в лаборатории, которым и завершится его расследование. Сейчас мы проводим этот тест в последний раз. Мы сделали уже шесть тестов, и я думаю, что этот будет решающим. Мумии пришельцев. Пока производится тест ДНК, существо из Метапека доставили в больницу Анхелерома в Мехико, чтобы сделать томографию и анатомическое исследование. Судебный патологоанатом доктор Рубен Эрнандес отвечает за тесты. Он ищет отличительные черты в позвоночнике и руках. Это чрезвычайно странный организм. у него есть черты человека. В процессе исследования мы ожидали обнаружить противопоставление большого пальца всем остальным и не нашли. К сожалению, большой палец существа поврежден. Большая часть костей большого пальца отсутствует. Не имея возможности добыть нужную информацию, доктор Эрнандес переходит к позвоночнику. Мне кажется крайне необычным изгиб затылка этого существа. Странность в том, что такой изгиб шеи встречается у взрослого человека. Но вот другого изгиба, который есть в нижней части спины человека, у этого существа нет. Я полагаю, именно тест ДНК поможет приоткрыть завесу тайны. Это будет очень сложно. Понадобится самая современная лаборатория. Результаты исследования доктора Эрнандеса сводятся к тому, что позвоночник этого существа имеет сходство с человеческим. Но состояние образца не позволяет сделать из этого точные выводы и определить, что это за создание. Существо из методов, пожалуй, самый интересный экземпляр из всех, что я встречал. Профессор Дональд Квик, эксперт по идентификации видов из имперского колледжа в Лондоне. Он считает, что рентген и трехмерный сканер помогут выяснить происхождение этого существа. Взгляните на зубы этого животного. Они очень необычны. Тут есть две пары резцов в передней части челюсти, как у человека. Кроме того, есть пара клыков, но они не очень большие. А еще один, два, три малых коренных зуба с каждой стороны. можно заключить, что это обезьяна не из старого, а из нового света. Это американский, а не азиатский или африканский вид. Теперь профессор Квик переходит к изучению позвоночника и черепа существа с помощью рентгеновских снимков. Затылочное отверстие, через которое позвоночный столб соединен с черепом у беличьей обезьяны, довольно далеко от затылка, как и у этого существа. На снимке видно, что хребет соединяется с черепом примерно в его середине, на большом расстоянии от затылка. У большинства других южноамериканских обезьян затылочное отверстие ближе к затылку. Это наводит на мысль, что перед нами беличья обезьяна. Изучив фотографии, профессор Квик приходит к выводу, что это существо беличья обезьяна, вид, с которым ученые в Мексике не нашли достаточного сходства. Научные сведения не подтверждают того, что существо из Метопек пришелец. Но слова очевидцев звучали правдиво. Я видел, как оно движется, а когда все замолчали, оно сразу остановилось. Я не преувеличиваю и не лгу вам. Он был похож на маленького человека. Я клянусь вам. А в Мексике Анхель Нунис, человек, якобы и обнаруживший это существо, просто исчез. Я испугался, когда увидел это, и просто убежал. Спустя два месяца его нашли, и он ответил на все вопросы. Ввиду важности дела, чтобы доказать свою честность, он пройдет испытания на детекторе лжи, которые фиксируют физиологические реакции на вопросы. намерены намерены ли вы отвечать честно на все вопросы, которые вам зададут, особенно на те, что касаются событий в Метепек? Да. Вы проживаете в Мексике? Да. В 2007 году вы нашли предполагаемого инопланетянина? Нет. Вы лжете, утверждая, что сами сделали это существо в 2007? Нет. Вы сейчас говорите правду? Я говорю правду. Я сделал его в 2006 или 2007. Тест окончен. Каким-то образом Ангель смог пройти испытания на детекторе лжи. Но его ответы противоречат тому, что он говорил все эти годы. Ангель, расскажите, как вы сделали существо? Как-то я сотрудничал с одним зоопарком, и они прислали мне труп обезьяны для изготовления чучела. Я решил взяться за это задание. Мне было интересно. Потом мне пришло в голову подложить его в ловушку, как будто обезьяна была живой. И как раз когда я этим занимался, приехал хозяин ранчо. Он увидел обезьяну, жутко удивился, начал фотографировать. Потом вернулся к себе, стал всем звонить. Он связался с Хайми и с другими людьми. Вот так все и началось. последняя существенная деталь, которую сообщил Анхель, это название животного, из которого он сделал метапекское существо – белоухая мармазетка. Последний тест ДНК, проведенный в судебной лаборатории в Великобритании, показал, что все три образца ДНК существа совпадают с ДНК обыкновенной игрунки или родственных ей видов. А ДНК белоухой мармазетки практически идентична ДНК игрунки. Признание Анхеля и тесты ДНК являются доказательствами того, что существо из метапек американская обезьяна под названием мармазетка. Многие не примут версию, по которой метапекс русское существо просто обезьяна, ссылаясь на свидетельства очевидцев, заявляющих, что видели его живым. Нам не удалось уговорить двоих из них, Марио Салазара и Франциско Гарсия, прокомментировать слова Анхеля или результаты тестов ДНК. А что, если вас обвинят в фальсификации? Я согласен пройти тест на детекторе лжи, если мне скажут, что я подстроил событие. Я получил дело, расследовал его, и как журналист я абсолютно уверен, что это реальная история. Многие сочтут меня лжецом, но дело в том, что я собственными глазами видел его живым, видел его останки, и никаких других доказательств мне не требуется. Все это правда. Такие загадки, как существо из Метапек, монтокский монстр и мумии из Куско всегда будут будоражить умы тех, кто верит в инопланетную жизнь. Поиски доказательств того, что мы не одинокие, не прекратятся. В прошлом люди верили, что Земля плоская, мы были центром Вселенной. Мы уже так не считаем. Однажды мысль о том, что мы одни, единственные живые существа во Вселенной станет такой же нелепой, как те идеи, что в древности считались истиной. Программа озвучена на студии Кириллица. Текст читал Сергей Казаков. Субтитры создавал DimaTorzok